Первое документальное свидетельство об использовании энергии ветра принадлежит греческому изобретателю Герону Александрийскому, первый век нашей эры. Но правда он использовал силу ветра не для помола зерна, он усовершенствовал так называемый гидравлос. Это музыкальный инструмент для храмов и представлял собой набор труб с клапанами, ну такой орган. Воздух в трубы подавался с помощью вот этого им изобретенного ветрового двигателя. Настоящие мельницы для помола зерна, ветряные мельницы для помола зерна, были скорее всего изобретены в Иране, видимо где-то в 7 веке. Но в 9 веке они уже точно встречаются. Они приводились в движение парусами, установленными вертикально на колесе, которое само двигалось в горизонтальной плоскости. Движение этого колеса через центральную ось приводило в движение жернов для размола зерна. Одно из преимуществ такого устройства, то что связь между движением ветряка и вращением жернова, оно не требовало никаких дополнительных зубчатых передач, каких-то дополнительных устройств. То есть напрямую движущаяся ось передавала свое движение жернов. По-видимому от мусульман такие мельницы были заимствованы в Китае и Средиземноморье. Подобные ветряные мельницы сохранились в Наштифане в Иране и представляют удивительное красивое зрелище. Горизонтальные ветряные мельницы в небольшом количестве имелись и в Европе. Даже в 18 и в 19 веках встречаются. Наиболее известными являются мельница Хупера в Графтвикент в Англии и мельница Фаулера в Баттерси. Это вообще в Лондоне, в окрестностях Лондона. Мельница Фаулера была построена в 1788 году и работала на ветру до 1825 года. После этого ее разобрали, оставили только основание, которое использовалось потом для паровой мельницы и эксплуатировалось до 1882 года. Появление первой мельницы ветряной в Европе предполагает, что она была уже вертикального типа, привычного нам. Так вот, появление первой мельницы датируется 1185 годом. Она была расположена в графстве Йоркшир в Англии. Со временем особо много стали строить ветряных мельниц в Англии и Фландрии. Большая часть исторической Фландрии находится на территории современной Бельгии. Голландия, Нидерланды, тоже славились своими мельницами, большая часть которых качала воду для осушения земель. Одна из старейших сохранившихся в Англии мельниц – это ветряная мельница в деревушке Брилл в графстве Бакингемшир. Она была построена в 1680-е годы. В Северной Европе активнее развивались ветряные мельницы, а в Южной они развивались гораздо медленнее. Это объясняется тем, что реки на юге не замерзали и водяные мельницы продолжали использоваться, следуя старой римской традиции. А на Севере приходилось искать другие способы для помола зерна. Можно выделить два основных вида мельниц. Самый ранний тип европейских ветряных мельниц носил название постмил, названный так из-за большой вертикальной детали. По сути, это был столб, вокруг которого и выстраивалась вся конструкция. В России такие мельницы получили название «столбовки». Мельница стоит на специальном каркасе, окружающем столб, так называемые козлы. Они состояли из мощных горизонтальных, лежащих на земле брусьев. В них и врубался вертикальный столб, ось мельницы, которая делалась из крепкой древесины, из сосны или из дуба даже. Снизу прикреплялся брус, дышель, которым и поворачивали мельницу по направлению ветра. Вход в мельницу осуществлялся по свисающей лесенке. Крылья устанавливали на оголовке горизонтального, точнее чуть-чуть наклоненного вала, размещенного под крышей. Передача вращательного движения обычно рассчитывалась таким образом, чтобы за один оборот крыльев Жернов делал 7-12 оборотов. По классификации, приведенной на сайте Мельницы России, наиболее распространенным типом каркаса на сохранившихся мельницах является высокая ряжа. Ряжа – это сруб. Чуть менее распространена рама. Сохранилось несколько мельниц с каркасом с козлами. Еще меньше мельниц с низкой ряжей. Конструкции столбовок нависают над землей в снежных регионах, ну, практически везде в России. Это довольно опасно, поэтому в четырех углах амбара в его нижних венцах проделывались отверстия, в которые осенью вставлялись бревна, и мельница устойчиво переносила зимний период. Шатровые или башенные мельницы. К концу XIII века в эксплуатации появляются мельничные конструкции, которые мы и называем башенная мельница. Ее основным преимуществом являлось то, что в движение приводилась не вся конструкция мельницы, а только ее верхняя часть. Вся же конструкция оставалась неподвижной. Шатровые мельницы значительно выше столбовок, до 18 метров, включали в себя до трех ярусов. Такая высота позволяла поднимать выше вал, на котором крепились крылья, а это значит делать их более длинными. Крылья можно было делать более длинными, а следовательно получать большую мощность этих мельниц. Кроме того, большие лопасти позволяли вращать жернова даже в условиях слабой ветренности. Эти мельницы имели большую производительность, так как могли приводить движение две пары жерновов, а в то время как обычные столбовки, как правило, были с одним жерновым. Верхняя часть мельницы могла поворачиваться по направлению движения ветра благодаря наличию лебедок. Помимо этого, существовала возможность удержания крыши мельницы, поворотной крыши мельницы, по направлению ветра благодаря небольшому ветряку, устанавливаемому под прямым углом по отношению к лопастям в задней части ветряка. Данный тип конструкции получил распространение на территории современной Британии, Дании и Германии. На территории, расположенной на небольшом расстоянии от Средиземного моря, башенные мельницы возводились даже с фиксированными крышами, не с поворотными крышами, так как изменения направления ветра не происходило, и он постоянно дул в одну сторону. При возведении мельницы в застроенных районах она помещалась обычно на основании из каменной кладки, что позволяло поднять конструкцию над окружающими зданиями для лучшего доступа ветру. Известны ветряки, сочетавшие в себе оба конструктивных решения и столбовки, и шатровые мельницы. Такие мельницы назывались пальтрак. Распространены они были, например, на северо-восточной части Польши. В этих мельницах вращается весь корпус, как в столбовке, но поворот осуществляется не на козлах, а посредством деревянного колеса и брусьев. По колесу, точнее по вмонтированному в него металлическому полозу, поворачивается весь корпус. Конструкции этого типа позволяли приводить движение две пары жерновов при меньших усилиях, затрачиваемых на обслуживание такой мельницы. Немного об устройстве ветряных мельниц. Лопасти или паруса мельницы. Традиционно парус состоит из каркаса решетки, на котором располагалась парусина. Мельник может самостоятельно регулировать количество ткани, убедшать или увеличивать его в зависимости от силы ветра и необходимой мощности. В условиях более холодного климата, северного климата, ткань заменяли деревянными планками, что препятствовало замерзанию парусины. Лопасти непрерывно совершенствовались. Есть не менее дюжины различных вариантов, о которых можно посмотреть в телеграм-канале. Я расскажу только об одном изобретении. Около 1772 года Эндрю Мейкл изобрел так называемые пружинные паруса, или более поэтичное их название Spring Sails – весенние паруса. Так вот, они были сделаны из нескольких подвижных ставней, которые управлялись пружинами, похожи чем-то на жалюзи. Чем сильнее дул ветер, тем сильнее он открывал жалюзи, преодолевая сопротивление пружины, и ослабевалось давление ветра на лопасть. Если ветер стихал, пружинка снова защелкивалась, пружинка снова опускалась, и площадь лопасти увеличивалась таким образом. Такая вот автоматика. Большинство ветряных мельниц имели четыре паруса, но существовали мельницы, оснащенные пятью, шестью или даже восемью парусами, лопастями, то бишь. Четное количество лопастей имеет преимущество перед другими типами мельниц, ведь при возникновении повреждения одной из лопастей возможно удалить противоположную лопасть и продолжать эксплуатировать дальше мельницу, не нарушая балансировку всей конструкции. Не могу не сказать про такую трогательную штуку. В Нидерландах, где мельницы очень распространены, крылья мельницы играли роль знаков, передающих информацию широкому кругу лиц. Если лопасти останавливаются в виде креста, если их украшают разноцветной бумагой, обвешивают цветочными или зелеными венками, это означает радостное событие. Крест мельницы обращается к тому месту, где это радостное событие, где это торжество и происходит. Если определенное крыло красное, значит у мельника родился ребенок. Если определенное крыло синее, дочь вышла замуж. Если крест с наклоном вправо, то в доме траур. Шестерни внутри мельницы передают энергию от вращательного движения парусов лопастей к механическим устройствам, к жерновам. На зубья этих шестерен шла только очень твердая древесина, граб, яблоня, клен, береза. Заготовки для них предварительно долго варили в кипятке, затем сушили, а для вала годилась только древесина дуба или сосны, причем особо ценилась нижняя часть крупного ствола. Даже не комель, а фактически часть корневища, уходящая в землю. Поэтому подходящую сосну не спиливали, а выкапывали и потом уже подвергали обработке. Блок жерновов с кожухом, со всеми частями и деталями, расположенными выше и ниже него, и назывался словом постав. Обычно небольшой и средней величины ветряки делались об одном поставе, то есть с одним жерновом, с одним этим механизмом. Большие ветряки могли строиться с двумя поставами. Были ветряные мельницы и с толчаями, это ступы для получения крупы, они так и назывались обычно крупорушки. Мельниц всегда было очень много, в основном были распространены водяные мельницы. Один из ранних письменных источников книга страшного суда 1086 года. Домесдейбук дает точное количество водяных мельниц в Англии. Их было 5624 штуки. Количество мельниц в Англии следовало за ростом населения. И к 1300 году в Англии уже было примерно 17 тысяч мельниц. Книга страшного суда – это перепись населения. Почему такое название странное? Ну, потому что нужно было давать честные ответы, когда тебя спрашивают о твоей состоятельности, о твоих земельных владениях, нужно было честно отвечать, как на страшном суде. Поэтому книга страшного суда. Субтитры создавал DimaTorzok